Сглаз Первое и главное лечение – это обращение к Аллаху с искренними и горячими мольбами. Одно из имен Всевышнего – Аш-Шафи, что значит «исцеляющий», одна из молитв, которые научил нас Пророк, саллаллаху алейху ас-салям, Аллахумма Раббаннас, азьибальбас, ищфи анта-шафи, ла шифа илла шифаук, шифаан ла югадиру сакма. О Аллах, Господь людей, удали недуг, исцели, ибо Ты исцеляющий. Нет исцеления, кроме как от Тебя, дай такое исцеление, после которого не останется болезни. О следующем способе лечения сглаза сообщается в хадисе, который мы упомянули с Вами на прошлой нашей встрече. В этом хадисе рассказывалось о том, что человек по имени Амир бну Рабиа сглазил сагля ибн Хунейфа. И тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приказал принести воды и повелел Амиру ибн Рабиа омыться этой водой. Тот омыл свое лицо, руки, да локтей, колени, свою одежду, изар изнутри. А затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел вылить воду, которая стекла с тела и одежда Амир айбн Рабиа, на сагля, на человека, которого он сглазил. И сказано, что ее вылили на него сзади, со спины, и после этого больной пришел в себя и встал на ноги. Так, словно с ним ничего не произошло. Таким образом, данный способ лечения, он заключается в том, что человека, который сглазил кого-нибудь, такого человека нужно попросить совершить омовение, Абдест, или омыть лицо, руки до локтей и колени. Также его нужно попросить смыть внутреннюю стороны его одежды, особенно тех частей одежды, которые прилегают к коже его бедер. Затем стекшую воду нужно вылить на человека, пораженного сглазом, и сделать это нужно со спины. Причем человек, которого подозревают в сглазе, не должен обижаться, не должен злиться, не должен отказываться сделать то, что от него просят. Пророк, да благословит его Аллах, и приветствует, говорил, «Изастугусильтон фагусилю, если вас просят омыться, то омойтесь». Третий важный способ лечения сглаза, после того, как он уже случится, это чтение дозволенных причистым шариатом заклинаний. Человек может читать их самому себе, или их может читать над ним кто-либо из мусульман. Это те заклинания, которые приводятся в Куране и Сунне. Сюда относятся чтение суры Аль-Фатиха, Аль-Хамд. Относится чтение Айтуль-Курси, двух последних сур из Курана, Аль-Фалак и Ан-Нас. Достоверно передано, что этими двумя сурами Аль-Фалак и Ан-Нас, ангелы Джибраиль и Микаиль лечили пророка, да благословит его Аллах и приветствуют. Куран на самом деле – это исцеление как для духовных, так и для физических недугов. Также следует читать те слова, которые приводятся в Сунне. Так в достоверном хадисе сообщается о том, что однажды ангел Джибраиль пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил – ты болен, о Мухаммад? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил – да. И тогда Джибраиль прочел над ним слова – «Именем Аллаха заклинаю тебя от всего того, что доставляет тебе мучения, от зла любого человека и от дурного глаза завистника, да исцелит тебя Аллах, именем Аллаха заклинаю тебя». Этот и многие другие зикры и молитвы приводятся в книгах Риаду Салихин, или «Крепость мусульманина», которые я советую вам приобрести. Они изданы на русском и на других языках. Тот, кто пробует лечение этими молитвами и заклинаниями, он убеждается в их действенности, в их действенности по воле Создателя, и он осознает нужду в них. Они, по соизволению Всевышнего, препятствуют сглазу. А если сглаз уже случился, тогда они помогают избавиться от его последствий. То, какую пользу человек получит от этих молитв и от слов поминания, это зависит от степени веры человека и убежденности, от степени его упования и надежды на Аллаха, от силы и степени готовности его души. Эти молитвы, эти заклинания – это оружие, а сила действия оружия, как известно, зависит от того, в чьих руках оно оказывается. Многие люди, желая, чтобы над ними почитали заговоры, идут, кому попало. Ничуть не разбирают и не смотрят, кому обращаются, каковы убеждения, вера этого человека, насколько он богобоязнен, и имеет ли он необходимые знания религии, знания Курана и Сунны. Дорогие телезрители, обращаться можно только к праведным мусульманам, которые знают Куран и Сунну и строго следуют за ними, которые являются единобожниками, которые не поклоняются никому, никому, кроме Аллаха, которые, если читают над кем-то заговоры, то читают аяты из Курана или молитвы из Сунны пророка. Многие из тех, кому ходят люди, на самом деле являются колдунами, прорицателями или предсказателями. Эти люди поддерживают связь с бесами, шейтанами. Они приносят им жертвы. Обращаться к ним нельзя ни в коем случае, ибо это страшный грех. И тот, кто делает это, рискует впасть в неверие и многобожие. И многие из этих колдунов, ведьм и шептуний, к которым ходят люди, они приказывают своим клиентам совершать разного рода запрещенные вещи. То, что не соответствует религии, Сунне пророка, да благословитого Аллаха и приветствует. Зачастую они даже приказывают им совершать действия многобожников, приносить жертву джинам, резать животных, кур или баранов, а затем поливать их кровью разные места или обмазываться этой кровью, да упасет нас от этого Аллах. Некоторые люди идут к шарлатанам, которые именуют себя ясновидящими или экстрасенсами, которые имеют плохие замыслы, которые на самом деле не помогают, а вредят. Тот, кто хочет лечиться чтением над собой молитв и заклинаний, обязан быть осторожным. Он должен удостоверяться в том, что он обращается к нужному человеку. Ислам дозволяет только такое чтение заклинаний, при котором соблюдаются пять условий. Первое условие. Читаемые молитвы и заклинания должны быть из Курана или Сунны. Второе условие. Они должны быть на четком арабском языке или на языке понятном для больного. То есть это не должны быть какие-то непонятные бормотания, шептания, бурчания, вскрикивания. Третье условие. Сам больной должен быть твердо убежден, что это чтение само по себе не оказывает влияния и не приносит пользы. Оно может помочь лишь в том случае, если того захочет Аллах. Потому что это лишь причина, установленная Всевышним. Она подействует лишь в том случае, если того пожелает Создатель. Следующее условие. Обязательно нужно полагаться сердцем и уповать на одного лишь Аллаха. Припоручи свою участь Господу, полностью доверься Ему одному. Посмотри, пророк Якуб, когда он приказывал своим сыновьям не входить в Египет всем вместе, через одни ворота, чтобы не привлекать внимания людей, людских глаз. Что он сказал после этого? Как на это указывается в Куране. Он сказал, «Я ничем не смогу помочь вам, вопреки воле Аллаха». Поистине решение принимает только Аллах. «Алейхи таваккэльт, на него одного я уповаю, ва алейхи пале таваккэль му таваккэлюн. И пусть только на него уповают уповающие». Слова пророка Якуба, мир ему, означают, «Мой совет вам, о сыны мои, войти в город через разные ворота – это всего лишь причина для избегания сглаза, но все зависит только от Аллаха, и на него одного надлежит уповать». Следующая причина, следующее условие для чтения заклинаний состоит в следующем. Все средства защиты, все средства лечения от сглаза помогут только тем, кто верит в сказанное Аллахом и сообщенное его посланникам. Те же, кто сомневается, кто колеблется, такие редко извлекают пользу от чтения молитв и от лечения. Дорогие братья и сестры, помните о том, что лечить сглаз и защищаться от него можно и нужно только теми способами, на которые указал нам Аллах и которые Он дозволил. Другие способы, такие как амулеты, талисманы, поход к колдунам и прорицателям и прочее, не принесут пользы и не помогут. А если и получится так, что исцеление совпадет по времени с обращением к этим запретным средствам, все равно это не оправдание для вас. Это лишь дополнительное испытание и проверка от Создателя, потому что обращаться к ним грех и ослушание Всевышнего. Это означает, что прибегнув к таким средствам, вы ставите себя под угрозу оказаться не в милости у Создателя, навлечь на себя его гнев и его наказание. Что касается ношения талисманов и амулетов для защиты от сглаза, то это совершенно недопустимо. Потому что мусульманин должен полагаться не на камни, бусины и стекла, он должен полагаться на Всевышнего Создателя. Сердце нужно привязывать к помощи Аллаха, а не к помощи талисманов. То, что якобы талисманы способны защитить от сглаза, это вздор и суеверие. Они не способны защитить от сглаза. И диву даешься, диву даешься, когда видишь в машинах или на рабочих местах у людей, которые считают себя мусульманами, то есть людьми, поклоняющимися одному, лишь всемогущему Творцу, когда видишь у них различные глазки, колючки, подковы, бусины и прочее. Эти вещи не добавляют вам ничего, кроме слабости, уязвимости. Эти вещи гневят Аллаха. Посмотрите, что сказал тот, кто передал нам волю Аллаха. Пречистый посланник Аллаха, Мухаммад, саллаллаху алейкумсалям, он сказал, кто повесит на себя амулет, пусть тому Аллах не даст хорошего итога. А того, кто повесил на себя раковину, пусть Аллах лишит покоя. И сказал пророк, саллаллаху алейкумсалям, кто повесил на себя амулет, тот приобщил к Аллаху сотоварищей, то есть он совершил деяния многобожия. И сказал пророк, саллаллаху алейкумсалям, инна рука ваттама има ваттива латаширк, поистине языческие и колдовские заклинания, и всякие амулеты, и привораживания, это многобожие. И, наконец, он сказал, мантааллака шей'ан вукеля илей. Кто повесит на себя что-либо, тот будет верен этому. Но неужели ты хочешь, чтобы Аллах лишил тебя своей защиты и опеки? Неужели ты хочешь, чтобы Аллах вверил тебя какой-то стекляшке, или камню, или бусине, или чему-то подобному? Да упасет всех нас от этого Аллах. Я прощаюсь с вами и припоручаю вас всех Аллаху. И в конце хочу напомнить вам завет пророка. Помни об Аллахе, и он будет помнить тебя. Помни об Аллахе, и ты обнаружишь его перед собой. Если просишь, то проси Аллаха. Если захочешь обратиться за помощью, то обращайся к Аллаху и знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь настолько, насколько это предписал тебе Аллах. А если они соберутся все вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь настолько, насколько предписано тебе Аллах. Ассаляму алейкум.